Пластиковая карта вместо привычного бумажного медицинского полиса. В Крае начали выдавать документы нового образца. В чем преимущество полиса из пластика и принимают ли его в поликлиниках, узнавала Анастасия Зубрицкая. В таком виде полис обязательного медицинского страхования совсем скоро может остаться только в истории. На смену ему приходят вот такие пластиковые карточки. Первый плюс удобства налицо. Дмитрий о новом формате страхового полиса не знал. Молодой человек пришел заменить документы. Вместо бумажного образца ему тут же предложили получить пластиковую карту. Клиент согласился. Маленький, компактный, удобный, не порвется. А раньше были какие-нибудь проблемы со старыми бумажными полисами? Ну, разве что он большой, бумажный, может механические воздействия у него какие-то быть и порваться может. Больше никаких проблем не было. А вот в поликлиниках напротив бумажные полисы часто становились причиной больших очередей. Всю информацию о пациенте сотрудникам регистратуры приходилось вбивать вручную. Теперь же с появлением электронных полисов ожидающих, говорят, становится меньше. Нам подходят пациенты с пластиковыми полисами. Это очень быстро. Вот мы выставляем устройство. Это же было еще. Нажимаем кнопочку. И вот, видите, идет загрузка. Нужно всего лишь секунды времени, хватает для того, чтобы вот она полностью анкета пациента. Считывающие устройства для новых полисов 7-й поликлиники Ставрополя установили два месяца назад. И сегодня мы практически готовы абсолютно принимать всех пациентов. Потому что на сегодняшний день пластиковый страховой полис является официальным документом, который дает возможность нашему пациенту получить медицинскую помощь в любой точке нашей страны. Владельцу электронного полиса нет необходимости предъявлять паспорт. Личность подтверждает фотография. Только при наличии полиса, на котором есть фотография, значит, он идентифицируется нашим работникам. Только в этой поликлинике новым полисом пользуются порядка 10% пациентов. И хоть цифра пока небольшая, интерес и желание заменить документ на новую версию проявляет практически каждый. Вы хотите поменять, да, полис? Да. А почему хотите? Ну, что пластиковая, она не рвется, ничего, можно положить в кошелек. А эта самая бумажная, она будет рваться. Мне все равно главное, чтобы было бесплатное медицинское обслуживание. А вы знаете, что уже выпускают карточки? Слышала. Ну, как вы считаете, что удобнее? Ну, в дальнейшем, я думаю, электронный. В мае Край вошел в пилотный проект по обеспечению населения электронными полисами. Обратиться за его получением можно в пункты выдачи. Список страховых компаний можно найти на сайте территориального фонда ОМС. Более 34 точек выдачи полисов у нас организовано. Это, естественно, работают наши страховые организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования. Вот, практически весь край у нас покрыт на сегодняшний день пунктами выдачи. И, в принципе, любой желающий получить электронный полис, либо заменить свой бумажный полис на электронный, может эту возможность осуществить. Вся процедура займет не больше пяти минут. Для оформления электронного полиса вам потребуется паспорт и СНИЛС. Здесь же на месте вас и сфотографируют. Смотрите в камеру сюда. Не моргаем. Затем заполняете заявку и оставляете электронную подпись с помощью специального считывающего устройства. Теперь остается ждать приблизительно месяц. Каждому дают временное свидетельство, с которым также можно получить медпомощь в любой точке страны. Чтобы оформить электронный полис детям до 14 лет, необходимо предоставить свидетельство о рождении, если есть СНИЛС и паспорт законного представителя. Фото в этом случае не требуется. Оформить такие полисы можно и не оставляя рабочее место. Для этого необходимо написать коллективную заявку. Мы организовали выездные бригады на предприятия в организации Ставропольского края. Это удобно для работников предприятий, так как им нет необходимости отпрашиваться с работы. Это будет сделано в рабочее время. Для получения, для оформления полиса обязательного медицинского страхования электронного, необходимы все те же документы, что и для оформления бумажного полиса. Электронные полисы с начала мая получили больше 10 тысяч ставропольцев. Большинство медучреждений уже оснащены необходимым оборудованием и готовы к работе. Но даже там, где считывающие устройства не установлены, пластиковый полис действует наравне с бумажным. Анастасия Зубрицкая, Николай Попов и Андрей Яценко. Ставропольское телевидение.